Климент Ефремович Ворошилов – прославленный военачальник Советского Союза, а также революционер, политик и общественный деятель. Он стал одним из первых, кто удостоился звания маршала Советского Союза. Именно Ворошилову принадлежит рекорд по продолжительности нахождения в Политбюро и Президиуме ЦК КПСС. На этих постах Климент Ефремович проработал более 30 лет. Вы на канале Фактор Юс и в этом выпуске я расскажу, что случилось с Климентом Ворошиловым. Климент Ефремович родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее на территории современной Украины. Будущий военачальник рос в семье железнодорожного рабочего и матери, занимавшейся паденной работой. Семья не раз оказывалась на грани голода, работа родителей не приносила хороший доход. Климент был третьим ребенком в семье, чьи дети были вынуждены с малых лет находить подработки, таким образом помогая родителям. Сам Ворошилов семилетнего возраста даже опробовал себя в качестве пастуха и шахтера. В шахте его задачей был сбор минералов. Трудился юноша на совесть и уже через несколько лет не отставал от своих более взрослых товарищей. Четко понимая необходимость получения образования, Климент стал ходить в земскую школу соседнего села. Здесь он окончил всего три класса, но тем не менее этого хватило, чтобы уйти из шахты и устроиться на большое предприятие. Со времени молодой человек стал квалифицированным рабочим луганского паровозостроительного предприятия. На заводе Ворошилов познакомился с членами партии социал-демократов и примкнул к их движению, а далее карьера молодого рабочего стремительно пошла в гору. После вступления в партию большевиков Ворошилов стал членом комитета большевиков Луганска, а в 1905 году занял пост председателя Совета Луганска, создавал дружины рабочих и стоял во главе забастовок. Год спустя Климент возглавил большевистский комитет и начал посещать партийные съезды. Ворошилов вел активную подпольную деятельность более девяти лет, несколько раз был арестован и даже отбывал наказание в тюрьме, и так пока не грянула революция. В молодые годы он получил нешуточную черепно-мозговую травму во время одного из допросов, из-за этого на протяжении всей своей жизни Климент Ворошилов имел проблемы со слухом. Как и большинство коммунистов, в те годы Климент имел псевдоним Володин, но в отличие от Владимира Ленина и Иосифа Сталина, при первой же возможности, стал использовать настоящее имя. Кстати, с вождями Ворошилов познакомился в 1906 году. На молодого рабочего лидеры произвели сильное впечатление, и он окончательно проникся их идеями. Но Ленин был не впечатлен молодым человеком и даже называл его «деревней». Со Сталиным Климент сблизился во время обороны Царицына, и это знакомство оказало решающее значение на продвижение Ворошилова. Иосиф Виссарионович полностью утвердился во мнении, что перед ним надежный и преданный сторонник. Климент Ефремович не был так прост, как могло показаться поначалу. Например, во время Первой мировой войны он продолжал работу по пропаганде среди рабочих идей пролетариата, хотя должен был быть призван на службу, но уклонился. Когда грянула Великая Октябрьская революция, Ворошилов занимал должность комиссара Военно-революционного комитета в Петрограде. Ему и Феликсу Держинскому принадлежит идея создания Всероссийской чрезвычайной комиссии. В период Гражданской войны Климент Ефремович сменил множество постов, однако самой значимой стала должность члена Военно-революционного совета Первой конной армии, созданной Семеном Михайловичем Буденным. Знаменитый командарм не только создал армию, но и командовал ей, подразделения Буденного внесли неоценимый вклад в победу большевиков. Климент Ворошилов также участвовал в создании конной армии, а потом разделил с Буденным успехи. После этого имя Ворошилова стало неразрывно связано с революцией и с победой в противостоянии с белогвардейцами. После скоропостижной смерти Михаила Фрунзе военная карьера Ворошилова достигает пика. Его назначают наркомом по военным и морским делам. Помимо этого он возглавляет Реввоенсовет, тогдашний аналог Министерства обороны. С 1934 года Реввоенсовет преобразовывают в Народный комиссариат обороны. До 1940 года Климент Ефремович руководит самой многочисленной силовой структурой государства. Его снимают с должности после Советско-финской войны. Хотя победа и была достигнута, но ее достижение стоило слишком высокой цены. К тому же был нанесен имиджевый урон стране. Вместо этого Клим Ефремович начинает курировать оборонные отрасли промышленности. Во время Великой Отечественной войны до 1944 года Ворошилов входил в состав Государственного комитета обороны. В 1944 он был выведен из состава ГКО. В годы Русско-финской войны Климент командовал войсками Красной армии и проявил полную некомпетентность в вопросах воинской стратегии и тактики. Ворошилов воевал по старинке в полупартизанщине, а потому и не мог побеждать за счет личных качеств. Иное время – совсем другая война. По причине устаревших методов ведения войны погибло не менее 180 тысяч солдат и офицеров Красной армии. В стране после войны с Финляндией мало кто знал, как проводить военные действия и какие жертвы понесла Красная армия, возможности которой и без того были ограничены. Сталин не терпел такого положения вещей и критиковал наркомат обороны, в частности самого Ворошилова. Многие были согласны с вождем, ведь кто как не Климент Ефремович, возглавляющий наркомат, много лет должен был отвечать за неудачи и потери. В последние годы жизни Сталина Ворошилов уже не работал по военной линии, став однако заместителем председателя Совета народных комиссаров. Хотя он и сохранил место в политбюро, серьезного влияния уже не имел и отдалился от ближнего круга Сталина. После смерти Сталина и перераспределения постов Ворошилов получил громкое, но бесполезное назначение, возглавив Президиум Верховного Совета. Формально это был высший президентский пост, но на деле эта должность не имела никаких значимых полномочий и была исключительно церемониальной. В 1957 году уже значительно постаревший Ворошилов снова решил поучаствовать в политической борьбе, став членом антипартийной группы, в которой собрались противники Никиты Хрущева. В союзе с Лазарем Кагановичем, Вячеславом Молотовым и Георгием Маленковым, группа предпринимала попытки снять Хрущева с поста, но из этого ничего не вышло. Хрущев заручился поддержкой номенклатуры и не допустил смещения. Каганович, Маленков и Молотов за создание антипартийной группировки потеряли свои должности, а вот Ворошилов напротив не только остался на посту, но даже не был отчислен из партии. Личность Климента Ефремовича была влиятельной лишь номинально, как соперник для Хрущева он был не опасен. К тому же, если бы Хрущев убрал Ворошилова, то попал бы в неловкую ситуацию, когда все сторонники Сталина выступили против первого секретаря ЦК КПСС. Хрущев поступил очень предусмотрительно, он подождал несколько лет, а потом уже лишил должности и поста председателя Президиума Верховного Совета Ворошилова и исключил его из состава Политбюро. Климент Ворошилов потерял свой пост в ЦК КПСС. Умер Ворошилов 2 декабря 1969 года, а был похоронен у Кремлевской стены. Его могила расположена за мавзолеем Ленина, чтобы подчеркнуть огромную важность его как государственного деятеля. Ворошилов стал дважды Героем Советского Союза, но присвоенные эти звания были в годы далеко отстающие от времен реальных подвигов военачальников. Первое он получил в феврале 1956 года в честь 75-летия со дня рождения, а второе в феврале 1968 года в честь 50-летия вооруженных сил. Также в 1960 году он удостоился звания Героя социалистического труда. Несмотря ни на что, Ворошилов не перестал быть народным героем, и память о нем останется на многие годы. А вы считаете Климента Ворошилова лучшим маршалом СССР или придерживаетесь другой позиции? Делитесь своим мнением в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok